Главная проблема этой зимы. Именно так селяне называют резкое падение закупочных цен на молоко. В этом году сразу на 5-8 рублей от прежней цены вниз. На этой неделе на коллегии Министерства сельского хозяйства Республики производители молока обратились к Рустаму Мениханову с просьбой довести проблему до руководства страны. В этом году наша просьба главному человеку Республики России, Владимир Владимирович Кутин, просьба не о том всего зала, а о том... У нас будет совещание в Сочи с Дмитрием Анатольевичем. Я специально подойду. Надо не справку подготовить историю вопроса. И уже сегодня президент Татарстана поднял этот вопрос на инвестиционном форуме в Сочи. Встреча членов российского правительства и руководителей регионов была посвящена в первую очередь финансовым вопросам и теме инфраструктурного развития регионов. Однако президент Татарстана, взяв микрофон, подчеркнул, что сейчас вопрос цен на молоко волнует и Татарстан, и другие регионы не меньше, а даже больше. Накануне эта тема стала главной в беседе президента республики с профильным министром страны Александром Ткачевым. Комбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. Из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан. Вот поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями. Производство есть никогда. Летом, да, летом был период, когда был избыток молока. Но зимой, чтобы молоко некуда девать, это вот многие коллеги вчера тоже меня поддержали. Я бы просил на это обратить внимание. Я дам поручение в этом всем разобраться, потому что мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с нашими друзьями, партнерами из Евразийского союза. Более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения. Но в конечном счете мы должны думать о наших гражданах. Действительно, если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока, значит, только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти. Сегодня же на встрече была затронута тема межбюджетных отношений. Минфин России признал, что налог на движимое имущество, введенный недавно, препятствует развитию бизнеса и будет пересмотрен. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Сочи, Краснодарский край. Редактор субтитров А.Семкин